И всем привет! Меня зовут Никита. И сегодня у нас будет летний мастер-класс для тех, кто плетет летние фигурки и уже соскучился по технике плетения луми-гуруми. Сегодня мы сплетем вот такие вот замечательные малинки из резиночек без станка, при помощи только крючка. Для них нам понадобится немножечко резиночек. Вы можете сплести различных цветов малинки. И такие вот они у нас с вами получатся. И также вы можете добавить вот такое вот крючка. Для создания такой одной малинки нам понадобится 32 резиночки одного цвета. В этот раз я буду использовать резиночки фиолетового цвета. Также нам с вами понадобится крючок, клипса для отметки рядов. И если вы делаете магическое кольцо на мини-луме, то тогда нам с вами понадобится мини-лум. И давайте начнем с вами плести нашу малинку. В первом ряду мы будем проплетать в кольцо луми-гуруми 6 резиночек. Раскладываем схему, всего 7 резинок. Итак, сегодня я буду делать наше колечко на мини-луме. Кто не умеет делать такое кольцо, то я оставлю две ссылочки с подробными видеоуроками для начинающих, как вообще плести такое колечко. Ну и давайте я начну. Берем первую резиночку и накидываем ее, перекручивая в три оборота на наш столбик. Первый, второй и третий оборот. Если вы придете на крючке, то накидываете резиночку на крючок в три оборота. Теперь мы берем крючок и продеваем через этот столбик, через три оборота крючок. Берем первую резиночку из нашей основной кучки, продеваем ее, второй конец накидываем на крючок и крайнюю левую резиночку проводим через крайнюю правую. И не затягиваем, она у нас должна еле вот так вот быть затянутой. И эту галочку мы вот так вот берем и отодвигаем вправо, вот чтобы она у нас где-то примерно здесь была. Снова заводим крючок под три оборотика, берем вторую резинку, продеваем ее через три оборота только, второй конец накидываем на крючок и теперь крайнюю левую резиночку проводим через две правые. И также захватим эту петельку и подвинем вправо. И так мы будем вплетать все резиночки. Тего шесть штук и нам осталось пропустить так еще четыре. Заводим крючок под три оборота, берем следующую третью резиночку, проводим ее, второй конец накидываем на крючок и крайнюю левую резинку проводим через крайнюю правую. Отодвигаем вправо, заводим крючок, берем четвертую резинку, продеваем, второй конец накидываем на крючок и крайнюю левую продеваем через крайнюю правую. Отодвигаем. Снова заводим сюда крючок, берем пятую резиночку, продеваем ее, второй конец накидываем на крючок и проплетаем ее. Отодвигаем. И теперь у нас осталась одна последняя резиночка. Мы продеваем крючок, берем последнюю эту резинку ее продеваем через три оборота второй конец накидываем на крючок и продеваем левую через две правые резиночки теперь снимаем наше кольцо сменил лума и возьмем клипсу и накинем на резиночку которая у нас на крючке вот так вот мы отметили наше начало ряда плетем следующий второй ряд здесь мы пропитаем без прибавлений и убавлений без изменений 6 резиночек и давайте приступим вот наша заготовочка мы тыльной стороной крючка заводим под вот эти две стеночки еще раз смотрите вот у нас здесь есть такая галочка и верху этой галочки есть такое вот звено такая петелька мы под эти две полосочки заводим крючок берем резиночку накидываем ее теперь продеваем через эту петельку через это звено второй конец накидываем на крючок и теперь крайнюю левую резиночку продеваем через две правые и таким образом мы будем проплетать весь этот ряд теперь следующую петельку заводим крючок куда мы еще не проплетали резиночку вот смотрите с этой петельки у нас есть галочка а следующий галочки уже нет поэтому мы сюда заводим крючок мы в нее не проплетали берем вторую резиночку протягиваем ее только через петлю второй конец накидываем на крючок и крайнюю левую резинку продеваем через две правые следующую петлю заводим крючок берем третью резинку троплетаем ее под следующую петлю заводим крючок берем четвертую резинку накидываем ее проплета продеваем через петлю второй конец накидываем на крючок и крайне левую резинку продеваем через흑ELA под предпоследнюю петлю заводим крючок там где вот у нас еще нет клипсы берем пятую резинку продеваем ее только несколько два на крючок и проплетаем ранее левую через две правые и под последнюю петлю заводим крючок где у нас как вы видите клипса только заведите подобие стенки это у нас клипса только на задней полой стенки и проплетаем последнюю резиночку теперь снимаем клипсу и перевешиваем ее на резинку которая у нас на крючке теперь давайте посчитаем с вами наши петельки я немножечко вот так вот расправлю их и давайте начнем 1 петелька у нас на крючке а вот это мы ее считаем первое теперь следующая петля которая идет вот две полосочки это 2 дальше за ней 3 4 5 и 6 петля у нас как раз только и должно быть петельок давайте начнем плести следующий ряд разложим такую схему в ней всего 9 резиночек и будем плести по схеме 1 резиночка 2 и так мы плетем три раза до конца ряда начинаем вот наша заготовочка заводим крючок под первую петлю вот она берем первую резиночку и в эту петлю мы проплетаем только одну резинку проплетаем эту петельку теперь заводим под следующую петлю и в эту петлю мы будем проплетать уже сразу две резинки то есть делать прибавление берем первую резиночку продеваем второй конец я кидал на крючок и крайне лево продеваем через две правые и теперь в эту же петлю заводим крючок откуда у нас уже вот есть галочка вот это вот вот в эту же петлю заводим крючок и проплетаем вторую резиночку теперь под следующую петлю заводим крючок сюда мы проплетаем одну резиночку и последующую заводим крючок и сюда мы проплетаем уже две резинки то сделаем прибавление под следующую петлю заводим крючок она у нас предпоследняя сюда мы проплетаем только одну резиночку и в последнюю петлю заводим крючок где у нас клипса на петельки и сюда мы проплетаем уже сразу две резинки первую и вторую теперь переодеваем клипсу на резинку которая у нас находится на крючке плетем следующий ряд раскладываем схему из 9 резиночек этот ряд мы плетем без изменений без прибавлений и убавлений то есть в каждую петлю по одной резиночке заводим крючок в первую петлю берем первую резинку проплетаем продеваем через 2 вот эти полосочки второй конец накидываем на крючок и проплетаем первую резинку через 2 теперь следующую петлю заводим крючок и сюда мы также проплетаем одну резинку под следующую петлю заводим крючок и также проплетаем одну резиночку и так мы будем плести до конца ряда в каждую петлю по одной резиночке то есть не будем больше удваивать я вас хочу обрадовать это уже у нас последний ряд и уже сейчас мы доплетаем этот ряд и будем завершать наше плетение осталось уже совсем немножечко я уже доплетаю до конца стараюсь плести медленно но уже немножечко побыстрее потому что я надеюсь вы уже понимаете технику плетения но если вы не понимаете то можете зайти на мой канал в плейлист лумигуруми и там вы можете найти обучающие уроки по плетению такой техники вот я уже проплетаю последнюю петлю последнюю резиночку я уже клипса сама снялась она нам больше не понадобится теперь заводим крючок последующую петлю берем последнюю резиночку накидываем ее и продеваем эту резинку через все петельки из крючка 2 участники давна крючок и делаем узелок придет первую резиночку крайне левую через крайне праву и вот так вот затягиваем теперь нам надо спрятать эту резиночку под разные петельки на малине просто разве вам крючок петельки на малинки и прячем эту резинку я спрятал эту резиночку и теперь нам надо вывернуть нашу малинку на другую сторону так вот мы ее берем и выворачиваем вы конечно можете оставить малину на той стороне но вот так она выглядит намного реалистичнее и наша малинка готова я надеюсь то что это видео вам понравилось и вы вместе со мной сплели вот такие вот замечательные малинки вы можете сплести различных цветов и у вас может получиться либо голубая малинка либо обычная малинка либо ежевичка вот так же синяя малинка может быть и надеюсь это видео вам понравилось и вы вместе со мной с радостью сплели вот такие вот замечательные малиночки обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал также смотрите мои другие видео а на этом с вами прощаюсь всем удачи пока пока как субтитры сделал DimaTorzok а как Субтитры сделал DimaTorzok